эти блоки, ну там не блоки, а пакеты с мицелием ну и там например стоит их штук 20 и вот стоит и одновременно 11 штук, там 12 штук они одновременно и так тотально видно по всему сверху, внизу, в разных местах они просто начинают зеленеть это видно уже на 5-6 день это означает, что ну просто какая-то глобально тотальная ошибка получилась в процессе инокуляции это если мешок зеленый, это где-то наглую просто инфекция попала но бывает иногда по каким-то причинам вот мешок весь белый нормально зарастает и уже почти можно сказать сейчас вот должен, ну вот все станет белым и в одном месте может быть просто зеленое вот пятно маленькое начинает появляться и потом к тенденции такой к увеличению но оно уже естественно быстро не растет, потому что мицели белые а вот одна точка где-то обычно эта точка появляется всегда около где-то шва ну не по целому да, в таких случаях я делаю такую вещь я это все забрызгиваю лизоформином вырезаю треугольник промываю там этим же лизоформином этот клеенку где касалось этой штуки эту штуку выскабливаю до тех пор пока не будет чистой мицели потом забрызгиваю внутрь опять же лизоформином закладываю ну вытираю, потому что скотч не приклеится и скотчем это все заклеиваю и потом просто наблюдаю и обычно в 95... нет, даже 99% если такое одно пятнышко, то оно самоустраняется и потом, после этого, если мицели этот высевать, то инфекция не появляется были даже случаи, если появляются вот эти пятнышки ну тогда я наблюдаю если их, например, 5-6 уже там смысла их выдирать нету никакого просто наблюдаю, что будет происходить но обычно на низких температурах заращивания если мицели хорошо у нас тронулся он пошел хорошо расти а потом мы его выносим в хорошую такую стабильную температуру где-то градусов на 5 на холодный рост и на холодном росте получается инфекция они там растут уже дальше инфекция получается настолько подавляется что мицели белый, он просто зарастает потом смотрим и уже не узнаем а откуда я знаю, что там была инфекция потому что я кружочками, маркером пообводил и потом я беру этот пакет белый, нормальный, цельный пакет мицелия только кружочки вижу кружочки означает, что там где-то была какая-то инфекция и вот такой пакет я специально да я даже вот брал спирт и специально вот стирая эти кружочки потому что если принесу покажу оксане то она сразу забракует она скажет плохой бы не все не садить не будем я специально постирал постирал все принес и мы это все рассыпали раструсили посадили и инфекции нету то есть она уже себя в субстрате не проявляет холодильник на 5 градусов это вообще да это сейчас уже я в общих чертах все равно об этом рассказывал вот но тогда это не знаю воспринималось еще как такое субъективное есть это уже со временем вы тоже поймете есть правильный способ зарачивания это нужно когда мы там засеяли вот у меня здесь одна ошибка сделано я сделал посев это было пятница а потом что-то суббота воскресенье я был занят а потом не лень было здесь греть я просто взял думаю никуда она не денется я с понедельника начну греть я где-то от пятница суббота воскресенье я просто не грел здесь было плюс 10 и вот мицелий тот что в эссе он получается как затормозил самого начала и вот сейчас я его не могу просто разогнать у меня эти пакеты уже давно стоят 27 10 это уже очень давно они уже давно-давно должны побелеть он никак не может разогнать никак не могу этот мицелий разбудить чтобы он начал зарастать очень плохо поэтому первое когда пересели нужно сразу дать хорошую температуру 24 26 градусов вот если уже вот как у меня я не боюсь за инфекцию полностью это для меня скажем и так это уже почти исключено то температуру на старте можно спокойно давать 24 26 и вот мицелий хорошо расходится и когда он уже где-то перед моментом если его уже больше чем достаточно он обычно пакеты в тепле начинают давать эксудат они начинают выделять уже воду на дышать то есть он начинает и появляются вот эти капли и вот где-то на этом моменте его нужно переносить холодное помещение уже на градусов 5 и успевать делать скажем так холодильнике успевать делать мицелий таким вот образом чтобы его было настолько много чтобы мы могли ждать например ну при 5 градусов он будет расти долго ну на там скажем не меньше месяца то мы делаем с таким расчетом что мы его просто вот на делаем там проходит этот день 7 8 он уже становится почти белым и тогда переносим холодильнике в холодильнике он уже может так стоять месяца три четыре пять шесть холодильник большой мицелия много и мы оттуда уже будем понемножку забирать этот мицелий но есть один момент я просто по самому пакету я вижу когда его нужно переносить потому что если его перенести чуть рано когда этот мицелий такой чуткий к температурам и он попадает в низкую температуру он вроде как вот было как с розовой вешенкой он вроде как как начинает это исчезать из этого пакета а потом снова трудно начинает отживать в обратную сторону но вот если правильно его так заращивать туда же вот эти моменты что там какая-то инфекция она не страшно мицелий зарастает и последующем не дает никаких инфекций уже на блоках оксана мне говорила что у вас там какая-то проблема была с посевом что у вас где-то уже пошли зеленые блоки ну а это однозначно этого это вопроса нету да потом вторая вторая ошибка мы ездить поставили кашина не нашли просто тот момент не кашина и так и работали потом третий момент что мы поставили на в инкопационный там например две недели помещение а там я скажу вам что значит первое но то что там известь это что свет это там делу большого отношения не имеет вот то что капала вот это важно с потолка это первую очередь что могло повлиять и 2 может быть где-то начали халат на что-то делать плохо были помыты перчатки еще к тому всему и еще был бывают ну скажу так если например да если например это большую роль играет если бы если были воздушные карманы то эти воздушные карманы я вот расскажу простой такой пример когда-то мы там подключили к работе там не успевали и оксаны отец помогал тому делать вот эти блоки грибные ну скажем так он человек из села для него такая работа это как бы смешная работа намного труднее работы приходится делать и он в это все взял вот там делать хорошо там значит вот паковал потом нужно было и переносить в это другое помещение но и он не будет с кулечком бегать он сразу по два по три под руки вот так вот брал 4 и туда и вот когда он переносит переносил она естественно чтобы не падали надо было сжимать и выставили их на эту стенку и вот где они сжимались там везде сделали большие вот эти воздушные карманы и вот та партия почти там вся пошла в брак ну может быть это был не главный фактор там тоже вот нижний прессуется а потом когда его оттуда изнизу вынимая что он уже оказывается спрессованный а там получается воздух под стенками есть такой момент поэтому вот стол у вас там стоит такой длинный там ну я не знаю вы туда там этот субстрат выбрасывали ну может быть там не знаю как но там нужно просто вот эти мешки ставить ну как вот их покоите вот так и ставите и сразу там под стеночку поставили там вряд ли когда это насобиралось какое-то количество то нужно иметь место куда их переносить или переставить или другое место там и складирует в общем когда они сдавливаются то нехорошо и ну еще один фактор это можно да это можно все на эту тему долго размышлять фантазировать но все-таки немаловажный фактор это все-таки мицель самому да раскланировать я понял и вот этот пакет и потом и вот что и удивительно пошел этот мешок за неделю он стал полностью белый ну как это мешки которые из этого мицель я сделал удивительно то что именно они были самые сильные зараженные хотя они выросли очень быстро я не совсем понял цепочку логическую я не совсем понял значит вы купили упаковку мицелия значит вы купили упаковку мицелия так распланировать и вы из этого того что купили сделали мицелий ну вот этот мешок который вам подарили так а потом китайский то что был покупной мицелий то что они уже были белые они уже были такие мощные а те что ваши 5 п 8 но по 80 тени позеленели нет тоже позеленели тоже позеленели в чем проблема что мои мои не удивительно что позеленели но там проблемы были разные капли не было хорошо травмовой ага значит значит вот Удивительно в том, что мои еще не были такие белые, были слабые, были там яхо, чтобы развивается легко триходерма. А те китайские, была белая, был мощный такой блок. И получается, что на эти больше развивали триходерма, чем на мои. Но на мои тоже. Это не так страшно, там пятна были. Мы потом сделали упорно такие триходермы, они исчезали. Исчезают уже эти пятна. Я там паром плохо, там помощнее, убраться или нет. Ну, в общем, я так понимаю, что... И сделать вывод из того, что я услышал, вот наконец-то я могу сказать, что здесь, скорее всего, делая вообще не в мицелии. Это что-то имеет большое отношение к процессу уже посева. То есть, если разные источники с одинаковым результатом, значит, скорее всего, что здесь какая-то ваша личная... Нужно искать какую-то проблему, которую вы где-то делаете. Что-то где-то на каком... У меня проблемы начали искать, и проблем нашелось немного. То, что капли, то, что не были трамбованы, то, что там... И там даже теплота там, ну, температура была разная. То было 16-17, то было 25, то так за неделю. Ну, да, ну, да. То есть, пока я там поставлю... И там самое главное, вот как с мицелием, нужно вот эту первичную температуру, главное, когда теплый субстрат, сразу занести в теплое помещение, и сразу, чтобы стартанул мицелий. Он должен сразу запуститься. У меня было такое, что... Вот если там... Ну, бывало такое, что-то там устали или поздно. Ой, оставили на улице, особенно вот такой вот осенью, когда, может быть, там на улице плюс два. Блоки остали, они остыли, потом заносишь их в помещение, они 4 дня будут спать вообще мицелий до тех пор, пока проснется, пока начинает расти. А она уже через 7 дней, когда становится... А вот через 7 дней, когда уже становится тепло, там уже равномерно и триходерма есть, и уже мицелий. И он только где-то за 7 дней, за 8, он должен был уже колонизировать этот блок. И уже не дать воздуха, чтобы там она развивалась. А он только начинает на 3 день, только проснулся, вообще видно, что, ну, ниточки начали появляться. И уже к 7-8 дню уже видим параллельно триходерма уже по всему блоку. И уже этот процесс остановить уже нельзя. Да, вот это не так и было. Ну, получается, ну, вот. Тут итог нужно сделать такой, то, что я вам говорил. Что пока несколько партий не выбросите, вот до тех пор грибоводами не станете. Потому что, когда вот на это все посмотрите, из-за мелких ошибок так становится жалко. И работы, и труда, и надежды, и времени, и всего остального, и самое главное, что не получилось. И уже кажется, что эти маленькие мелочи можно просто устранить, и тогда все должно получаться. Ну, без этого, понимаете, ну, грибоводом никто не становится. Ну, не может так, нет такого грибовода, который 2-3 партии не выбросил. Он только после этого грибоводом становится. Только тогда начинает понимать, вот, жалко вот того времени и вот этого процесса. Так что, вот, сделайте такой себе вывод из этого.